Все мы люди, и бываем неправы, и бываем правы. Чтобы делать зло, не нужно много времени. Я актриса теленовелла, мне нравится моя работа. Наталья Стрейгна. Я родилась в Мадриде, в Испании. Потом жила в Гане, в Африке. Оттуда приехала в Венесуэлу. Мне кажется, у меня в сердце есть по кусочку со всего мира. Но мой настоящий дом здесь, в Майами. Мое сердце навсегда останется в Венесуэле, ведь я выросла на арепах, на кукурузных булках. И на рассвете видела чудесных орлов и голубое небо. А это есть не везде. Если бы мне пришлось повторить какую-либо роль, то это была бы толстая девчонка или женщина моей жизни. Потому что это была для меня встряска. Я приходила с записи Натальи, здоровалась с коллегами. А когда шла переодеваться в Валентину, меня снова все целовали и приветствовали. Это мне было очень приятно. Потому что говорила о том, что актер влезает в шкуру персонажа, и люди ему верят. Я поняла, пусть это звучит как штамп, что все внешнее – это одежда. Оно умирает и превращается в пыль. Настоящая красота внутри, душа и внутренний мир человека остаются навсегда. В браке случаются кризисы. Эта вещь непростая. Артисту не позволено иметь семейные проблемы, потому что иначе скандал. Если ты поругался дома, то это на всем сказывается. А если помирился, то это тоже проявляется. Мне кажется, что это обычная вещь. Это бывает со всеми. Так же, как на работе, у всех есть проблемы, и мы стараемся решить их, чтобы продолжать развиваться профессионально. Так же надо понять, что брак – это тоже ответственность. Ответственность, которую мы принимаем по доброй воле перед Богом, Законом и людьми. И мы должны быть стойкими и не опускать руки. У мужчин и у женщин равная ответственность. По-моему, самое главное в браке – доверять друг другу. Я ревнива. Должна это признать. Как и все, я живой человек. Например, стараюсь не смотреть любовные сцены по телевизору. Мое воображение очень развито, и я предпочитаю не давать ему воли. Глаз не видит, сердце не болит. Хочу поблагодарить всех зрителей романтики за все их теплое признание. Целую вас всех. Пока.